6 часов вечера на Дону В Матвеево-Курганском районе 95 в Каменске-Шахтинском 102 в Боковском районе 107,9 в Морозовске 103,1 в Семикаракорске Спортивная программа Физкульт-привет, дорогие друзья! Как обычно, в четверг вечером в 18.00, а точнее в 6 часов вечера Спортивная программа на АФМ на Дону И сегодня с вами я, Роман Саганов И с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей Это Руслан Колесников Победитель первенства мира по боксу Мастер спорта международного класса И его отец по совместительству тренер Олег Колесников И очаровательная, совсем юная Мария Колесникова Ну, Мария, я думаю, что-нибудь нам скажет сейчас Поприветствуй, хотя бы скажи здрасте Здрасте Вот, вот Олег, тогда первый вопрос вам Легко ли быть отцом и тренером одновременно? Ну, на самом деле это очень непросто Нет, нелегко Это большая психологическая нагрузка Это вообще очень сложно, очень Ну, а вы как решились? Как вы с этим справляетесь, с этой нагрузкой? И психологической, и физической? Да Ну, обстоятельства так складываются Обстоятельства приходятся Вот, и все, стараемся, находим силы Как бы, очень много, значит, семейная поддержка У нас очень дружная семья, которая поддерживает В любых сложных ситуациях И вот мы таким совместными усилиями, да Стараемся и работаем То есть, получается, у вас полностью семья спортивная Нет, не то, чтобы спортивная Но поддержка, как бы И материальная поддержка Очень много значило В начальных стартах, в начальных этапах Когда мы проходили Юношеский бокс Вот И все это Требало очень больших, как бы, усилий И семья очень Родители Помогали Вот так мы и справлялись Вот Мария совсем юная Каким спортом она занимается? Совсем юная, да Будет боксировать Сколько ей, кстати, сейчас? Ей будет пять лет Пять лет Ну, уже большая, можно сказать Да Уже такая интересная девушка Каким видом спорта? Будем, наверное, боксировать Серьезно, что ли? Да, она очень у нас боевая девочка Она растет в такой атмосфере, знаете Боксерская Постоянно брат тренируется Мы на тренелки с собой берем В общем, она заинтересована очень Да То есть вы не противник девушек в боксе Потому что есть несколько мнений Да, вот я тоже общался с боксерами С ребятами, с каких-то боксерами Большинство противники, что девушки идут заниматься Конечно, тут мнения расходятся очень И очень, и очень, и очень Некоторые прям принципиально возмущаются Как бы родители многие Ну, вы знаете, я много видел, общался По стране ездил И очень, вот, в больших городах Таких, как Санкт-Петербург, Москва Многие другие города Это очень, очень развито, знаете Именно женский бокс Это олимпийский вид спорта Начнем с этого На первый взгляд, это кажется, конечно, немного странным Ну, в общем, это нормально, это нормально Ну, и во сколько лет тогда отдавать, хорошо, девочку в бокс? Не мальчика, а девочку? А я еще не знаю Ну, начнем заниматься Мы потихонечку начинаем дома уже тренируемся Не умеем отжиматься там Приседать очень ловко Все здорово у нас получается Я думаю, я смогу ее научить, да Мария, сколько раз отжимается? Может, сама скажет нам Сколько раз отжимаешься, Маша? Сколько ты считала? Ну, засмущали, да? Будущую чемпионку олимпийских игр Десять раз, да? Да, десять раз Десять раз? Молодец какая Давай, Руслан, ты нам рассказывай Ну, понятно, папа тренер Понятно, что Все равно спрошу вопрос Почему бокс выбрал в своей жизни? Ну, отец так привил Наверное, да Скорее всего, это так А потом, как бы, сумел меня заинтересовать В этом виде спорта Привил это желание И потом сам, сам потянулся Почувствовал вкус победы И пошел, пошел Дорогие друзья, сегодня мы разговариваем, конечно же О боксе, как вы уже успели догадаться Если у вас есть какие-то вопросы К нашим сегодняшним гостям Или просто хотите поговорить о спорте Наш телефон прямого эфира 200, ровно 2519 А также можете писать свои сообщения Наш ватсап-чат Номер 8 938 165 100 и 7 8 938 165 100 и 7 Телефон нашего ватсап-чата И телефон прямого эфира 200, ровно 2519 Так что звоните, пообщаем с удовольствием Руслан, расскажи В каком возрасте ты пришел В секцию бокса? Ну, начнем с начала Тогда пришел Примерно был возраст 6-7 лет Пришел в азовскую секцию бокса Привел также меня отец Я позанимался примерно год Выступил на городском турнире После года, да, первые соревнования были? Нет, я позанимался все, наверное, месяца два Наверное, не больше И такие просто турнирчик небольшой организовали Это сколько лет тебе было? Ну, семей, наверное, еще не было Да, то есть совсем еще мальчишкой И как выступил победа? Первый бой я выиграл Во втором проиграл Вот Так вот получилось То есть Первый блин оказался комом, да? Да, да Прозанимался я примерно год И потом Тренер, к которому меня привел тогда отец Он Закончил со своей тренерской деятельностью И ушел Вот Также я закончил с боксом Закончил? Да, я думал, что все, как бы мы уехали А это сколько тебе уже было лет? Семь лет Тогда мне было Да, то есть в один год все случилось, что ли? Да, получается Я всего год тогда прозанимался Шести до семи примерно Вот Отец забрал меня домой И тогда я пошел на футбол Потом борьба Такое, ну, для мальчика Искал себя, называется Да, да Нет, я перебью, секундочку Параллельно в основе был бокс Дома был инвентарик Все было предрасположено к боксу И просто, между прочим Он боролся Играл в футбол Как бы Это было все Да, для общего развития Это было все Это расстепенно Это для общего развития Это было все Мы боксировали дома Мы тренировались Мы не упускали ни одного дня Чтобы не провести, как бы Около мешка, да Все было настроено на бокс Мы готовились То есть мы в 10 лет должны были вернуться Опять в этот зал А, то есть уже в планах это было, да? Возвращение? Конечно, конечно Нужно было два года эти Ну, чтобы совсем маленький Мы просто в 7 лет приехали 6 лет попробовали все это Подружились с тренером Но тренер, к сожалению Как бы По семейным обстоятельствам Он должен был закончить Ну, конечно Это не от вас зависело Да И он сказал Олег, лучше парнишку забери домой Как бы здесь некто А в Азове больше не было секции, что ли? Одна секция была? Нет, были тренера Но они были Ну Не очень Не понравились, да? Да, они мне понравились Мы их не знали Вот И мы решили взять паузу На пару лет Чтобы окрепнуть уже И быть более-менее взрослыми И все-таки дома-то как-то занимались же, да? Дома все равно не то, да? Скажите, наобоим вопросом Наоборот Как бы больше нравилось Когда заниматься дома То есть был мешок Почему? Процесс шоу не остановился Да? Да, да, да А как же спарринг-партнеры? Все, находился У нас очень много друзей, ребят, мальчишек приходил Покупал мороженое, конфеты, шоколадки Они приходили, боксировали, с сыном стояли Да, это было То есть подкипал все-таки, да? Конечно, да Конфеты, шоколадки были А по возрасту выбирали? Или может постарше? По старше, конечно, постарше На годик, на два Ровесники уже были не конкуренты совсем Нужны были ребята более уже такие крепкие Я выбирал, ездил по деревне Смотрел, оп, этот мне подходит, иди сюда Платил, да, оплатил деньги Они с удовольствием приходили А потом мальчишки, наверное, сами уже просились, да? Потому что слух-то пошел Были и сами, да Ну, потом, как они, некоторые получали очень И потом не отказывались Как они спасали Да, да, да Всякие случаи были Вот так мы два года Вот так мы Ну, вот у нас первый вопрос от Виктора пришел В WhatsApp-чате Спрашивает обоим Вопрос задаю Кто ваш кумир в боксе? Это Тайсон, конечно Да, Майк Тайсон А из российских, например, от меня уже вопрос Ну, Поветкин, например, да? Впереди сейчас бою у него предстоит Нет, я Поветкин мне очень нравился То, чтобы нравился Хороший боксер, все Но после боя с Кличко Я был так разочарован просто А в чем разочарование было? С Кличко никогда Кличко просто уничтожил Ну, там тоже много мнения Тоже специалистом разговаривал Чтобы Поветкин был не готов к этому бою просто Ну, зачем бы там выходить? Это все так все говорят Когда случается Да, конечно Не готов там Ну, нужно было вообще выходить И все Вот я теперь не могу настроиться на то, чтобы Там Относиться к нему там Ну, с таким вот Кайфом боксерским Нет Вот после этого поражения Я разочаровался в нем очень сильно Ну, а из российских У нас же не только все заканчивается На Поветкине Был хороший боксер Нравился Роман Романчук Да Был сомненно Роман Романчук Он, по-моему, умер, да? Да Да, да, да Что-то трагическое что-то такое Это был такой талант Это был супер воин Там стоящий до мозга костей был воин Да Роман Романчук Это просто эталон такой бокса Да, российского А Лебедев? Денис Лебедев Не нравится, не нравится Нет Я говорю прямо, да Боксера уважаю Молодец, все здорово Вот Ну, как бы Не нравится, да То есть, получается У обоих у вас Майк Тайсон Конечно Это кумир Это звезда Это вот С этого все началось Оттуда много взято Движение Все это Эта школа Как бы все это просматривалось Газдая мата Тренер был Да, вот Это очень Есть чему поучиться Вот так я скажу, да Боксеру, у которого можно Чему-то поучиться У остальных Наш российских боксеров Я как бы не вижу К чему можно поучиться То есть, пока не дотягиваем До такого уровня Ну, по-моему, еще Майк Тайсон Это просто Это легенда Желая Ну, это тоже Металон, да Который Это Время-то, когда он появился Там И вот Которая Это просто счастье Удача Такая, знаете Можно увидеть Научиться Взять что-то Да Нужно использовать Что взяли тогда Давайте Прямо сам Подводите От этого вопроса Что взяли Вот, Руслан, скажи Что у Тайсона? Ну, некоторые движения То есть Методики тренировок Вот Ну, по мелочи По мелочи Для себя Нужное Удергивали Я не сказал Что мы полностью В основу взяли Как бы Именно его Было, знаете Три боксера Было Это был Мухаммед Али Это был А я подумал Почему вы не вспомните Про Мухаммед Али Касси Усклей Да Это, конечно Тоже несомненная Легенда Вот Мухаммед Али Тайсон И еще Элли Джонс Да Я бы заметил Это Вот Боксеры Которых я взял Какие-то моменты Там У Тайсона Какие-то движения Какие-то Техни Каждого понемножку Да, Мухаммед Али Это скорость Это Чутье Это, знаете Боксерское Рой Джонс Это хитрость Умение Думать Ну У каждого Было все По нему Взято То есть Прямо такого Точного идеала Нету Получается Да Прямо Хочу быть похожим Например На Рой Джонса Тайсон Да Конечно Первые бои Когда увидел Тайсон Сколько лет Тоже было Папа, наверное Показывал Маленьким Да Еще был Вот тогда Возраст 6-7 лет Вот Как бы С этого все и начиналось Ну Впечатлился сразу Конечно Получается у тебя С боксом Любовь с первого взгляда Да Или как-то все-таки Сомнений были Если там бросить Что папа Я как бы Когда пошел Только на бокс То есть Не было Ну Занимаюсь 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 Для себя То есть Таких целей Высоких Как бы Никогда не ставил То есть Ну Это Возраст Как бы Сами понимаете Чем Старше становился Тем Как бы Уже Больше Больше Нравился Ну вот Во сколько лет тебе пришло Вот это полное сознание Что вот прям Бокс это мое Я хочу посвятить ему жизнь Примерно Ну возраст Не знаю Лет Ну 12-15 12-15 15-16 Довольно-таки поздно Да До этого Он Просто доверял папе И был просто Понял что Как бы могу Да То есть Я могу И у меня это получается Неплохо получается И почему бы Это не сделать еще лучше Ну давай тогда Вспомним В осознанном возрасте Уже твою тренировку Да Когда ты понял Что бокс это твое Вот твоя тренировка Какие эмоции были После тренировки Всегда меня интересует Потому что Кто-то высыхает Там полностью Эмоционально Кто-то физически У тебя Нет Просто После каждой тренировки Ехали домой Или как бы Всегда было обсуждение То есть Ошибок И на следующую Тренировку Пытались эти ошибки Почистить Или вообще Их убрать Устранить То есть После каждой тренировки Были такие разговоры Ну я вот у папы Спросил Легко ли быть тренером И отцом А у тебя Легко ли быть учеником И сыном Потому что В спортзале Мокс Домой приходишь Тоже обсуждаете Наверное все это Да Я понял Конечно Постоянно Разговоры За столом Да Да Все Это Даже Даже Были такие моменты Когда Кричали Ругались То есть От такого Это ходило Да На повышенных тонах Общался Конечно Я спрашивал Очень жестко За каждый Проступок Как бы Я вот Уже в этом возрасте Да Уже в этом Осознанном Когда Когда маленький Был Я не Был Никаких А вот Когда Уже Осознанно Были Ошибки Сделанные Вот Недоработки Его Как бы Уже Я наказывал Да Наказывал Даже За победы За победы Наказывал Серьезно Мне такие победы Не нужны были Абсолютно То есть Победы И еще Чем-то Недоволен Да Конечно Качество Качество Всегда стремился От качества Побед Качество Победы Это Это просто Как бы Ты Перостешь Торост твой А такие Бои Сомнительные Туда-сюда Наказывал Наказывал За поражение Боих Представить Да Явное Поражение Мы знаете Вот таких Даже И не было Вот Если честно Взять Да У нас не было Чтобы Проиграли Были Неадекватные Решения Судей Были Знаете Вот Ну это Никто От этого Не застраховался Никто Абсолютно Да Поэтому Поэтому У меня к нему Не было Вот в этом плане Каких-то Жестких претензий Да Все бои Мне нравились Ошибки были За ошибки Конечно Разбирали Тыкал носом Вот Это все Нужно делать Ну понятно Что Вы боксеры Дочку тоже Приучили к этому Мама У вас как Относится К боксу Мама Вообще Никак Она На турнире Ни веке не ездит Ни веке не присутствует Она ухаживает Все Она Просто молча Смирилась Со всем Ну то есть Понятно Дело Она переживает Ну вот Я тоже Не присутствует Женская конечно Она Всегда плачет Она ранимая Это все такие Качества Высущие Знаете Вот Женской части Как любая Мать Соответственно Руслан А если После соревнований Приезжаешь Побитый Весь Мама Смотрит Пугается Наверное Такого Не было Все равно Бывают же Синяки Были Небольшие Ссадины Да Но Первое Время Да То есть Вот Зачем Это все Нужно То есть Такие Были Разговоры Но Потом Со временем Смирилась Такими Разговорами Не поможешь Делу То есть Вот И Сейчас Адекватно То есть Относится К этому Она Смирилась Просто С этим Наверное С Мама Мама Спортсмена Жена Тренера Гордится Да Она Сейчас Вообще Она На седьмом небе Она не верит Везде В газетах Сын Везде На всех страничках В интернете Везде Она просто Не верит Своим глазам Что так Вообще Мальчишка Из деревни Как бы Смог родиться Ну Боюсь спросить А вы Ее сказали Что дочку Собираете Тоже в бокс Отдавать Или она Еще не знает Об этом Знает Она Кичала Ты Сына У меня Забрал Вот Дочка Моя Были Конечно Но Сейчас Она Уже Понимает Я Я был Готов К этому Так Сказать Реакции К этой Был готов Поэтому Объяснили Пообщались Она Танцы Танцы Должны Быть Танцы Ну Понятно Что Многие Так считают Что у девочек Должны Быть танцы Фигурные Катания Гимнастика А я Я говорю А как тебе Олимпийская Чемпионка Звучит Нет Колесникова Мария Олеговна И Она Так Забыл На самом деле Никто Не верил Знаете Я Всем Говорил То что Говорил Я Цели Свои Обозначил Как бы Изначально Хочу Там Тот Добивался Добивался Но никто Не верил Мне Не то Чтобы Родственники Друзья Думали Малек Куда Ты Откуда Взялся И Куда Ты С Деревни Я Сказал Я Докажу Вот Сложнее Было Выбиваться На вершину Пока У вас Не вершина Я надеюсь Что Впереди У вас Другие Вершины Будут Чтобы Выти На этот Уровень Это Просто Нужно Какое-то Нечеловеческое Здоровье Нервы Человеческие Нужны Во-первых Это Очень Сложно Потратить Десять Лет Ежедневно Знаете Вот Работы Все Это Пройти Тем более Когда Твой Сын Это Если Было Чужой Мальчишкой Это Одно Когда Твой Сын Боксирует Ты Отвечаешь За Каждый Волосок На Ему В голове Это Просто Не Передали Все Чувства Это Очень Сложно Да Очень Ну Вот Если Еще Маша Будет Заниматься Боксом Руслан Будет Вас Хватит На Двоих Я Объясню А С Боксирует Я думаю Все Будет Гораздо Проще И Вообще С Девочками Проще В Спорте Почему Боксе А вот Подробнее Об этом Почему Это Проще Мне казалось С парнями Проще Нет С парней Очень Много Там Как бы У Тапов А у Девчонок У Характер Свой Такой Своеобразный Девчачий У Девочек Свой Раз Россия У Конкуренция То есть Конкуренция Большая Да А я Хочу Сказать Что У Характер Своеобразный Отличается От Мальчишек У Них Больше Слез Бывает Психологически С ними Справиться Тяжелее На Мой Взгляд Как Подготовить Уже Зависит Вот Это Психология Вся Эта Физическая Подготовка Как Подготовить Как Настройки Так Она Отреагирует На На Ваш Все Так С Мальчишками Проще Нет Не Что Доживем Да Да Вот Если Это На Россию Первую Я Поделюсь Впечатлениями И расскажу Как Это Все Выглядит Дорогие Друзья Телефон Нашего Прямого Эфира 200 Ровно 25 19 Также Наш Ватсап Чат 8 938 165 100 И 7 Звоните Пишите Ну Давайте Вопрос Родился Такой Что Как Вы Относитесь К Женскому Боксу Ваше Мнение Можете Позвонить Можете Нам Написать Телефон Прямого Эфира 200 Ровно 25 19 И Наш Ватсап Чат 8 938 165 107 Руслан Мы прервались Да Вот Немного Вначале Программы Стали Рассказывать Занимался Дома После Семи Лет Как Вернулся В Бокс Как Все Пошло То Есть В Десять Лет Вернулись Снова В Комплекс Спортивный А тренер Пришел Тот же Вернулся Нет Остались После Неглупов Александр Сергеевич Был старшим Тренером Тогда Вот И у него Были Как бы То есть Ну Заместители Или помощники То есть Главного Тренера Да Высоцкий Павел Николаевич И Романенко Сергей Иванович Вот И мы Вот в Десять лет С отцом Уже Приехали К ним На тренировку И начали Потихоньку Там Вот Крутиться Оттуда Все начиналось Ну Вот Тогда У тебя Уже После Десяти лет Первые соревнования Как и Первую победу Помнишь Свою Тяжело Вспомнить На самом Деле Это Сам Было Не Помню Реально Какая Первая победа Я реально Не Да Была Наверное Такая Серьезная Это Тоже Летно У меня Было Один Это Пятюкинский Турнир Возове Нас Когда Бокси Первый раз Можно Все Правильно Вот Я думаю Боксировали С ребятами На два года Старше нас Серьезно Я получил Один 13 лет Получают В этом возрасте Такая весомая Цифра Два года Нельзя так Боксировать Боксировать Чему Боксируют Только Либо Один Одинаковый год Либо Бывают На год Старше Могут Или на год Младше А два года Это уже Так Нет Так Нельзя Вообще Делать У нас Такая ситуация Сложилась Не было Боксеров И Руслана Поставили Туда К этим Ребятам Мы Победили То есть Это Тоже Сразу Симпатии Там Главные Призы Все Мне Потому Что Вот Мальчик Выиграл Как бы Не по своему Году Было Приятно И Запоминающий А мы Занимались Буквально Сколько Три месяца Три Четыре Месяца Занимались Буквально Ну Мы Были Подготовлены Два Года Уже А Соперники Больше Занимались С С С Треники Были Приезжие Были И С Нашей Школы Были Ребята Старше На Два Года Это Областной Был Турнер Или Это Всероссийский Турнер Очень Такой Хороший Турнер Ребят Было Много Три Боя Провели Ну И Сразу Эмоции Какие Что Мое Буду Дальше Пойду Да Понравилось Как бы Поощрение Все Было Приятно И Таким Запасом На Будущее Ну А Первое Серьезное Соревнование Это Первенство России Думаю В Семнадцатом Году Это Такой Уже Первый Серьезный Действительно Всероссийский Уровень Вот У тебя Весовой Категории Какая 81 Клограмм 81 Соперников Много Обычно В этом Весе Ну Да На Россию 30 Человек Это На Россию 30 Человек На Россию 30 Так же Ну Примерно Вот Эта Цифра 28 30 Это Уже Европейский Уровень Тоже 28 30 Человек И Мировой Также Было 33 Человека Так Это Получается Самая Такая Густонаселенная Если Так Выражается Нет Ну Примерно Почти Да Это Ближе Уже К Такой Это Очень Много Ребята Вес Это Очень Сложно Это Очень Не Просто 30 Человека Должен Один Остаться Представляете Вот Такой Син Так Получается У меня На Россию Было Четыре Боя Тридцать Человек Вес Четыре Боя Как Одна Шестнадцатая Одна Восьмая Олимпийская Система А По Сразу Домой Пройдет Домой 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 И Все То То Это Все Так Все Рано Да Нагрузка Профессионалов Да У них Может быть Сколько Там Раз Два Боя В Год А У Любителей Вот За Этот Год Я Прям Даже Не Могу Сказать Но Очень Много Как Никогда В этом Году Было Турниров То Международных И Всероссийских Вот Такого Мирового Уровня Турниры Тяжело Очень Как Эмоционально Очень Насыщенный Восемнадцатый Очень Ответственный Насыщенный Год То есть Турниров Больше Чем В семнадцатом Получается Больше И Конечно Они Намного Сложнее И Ответственнее И Уровень Уровень Уже Мир Олимпийские Игры Вот Будут Сейчас Неморские В Аргентине То есть Была Россия Как Быть Таких Самых Серьезных Это Россия Потом Европа Мир И Вот Сейчас Олимпиада То есть Ну Это Прям Сильно Но Сейчас Навер Неделю Назад А Почему Так Неделю Назад Не Раньше Был Отдых Просто После Мира Ну Я Уже Привы Просто Спортсмены Это Люди Которые Никогда Не отдыхают Это Мое Такое Мнение День Два Три Отдохнул День Два Три Отдохнул И Опять Снова Уже Спортзад Да Пару Недель Отдохнули Немного Восстановились То есть Травмы Позалечивали Как бы И все И сейчас Снова Убойму Тренироваться И На сбор Завтра Уже Тренировки А как отдыхали Где отдыхали Да Активный отдых Да Ну Я думаю Может к морю Нет Ну Ездил Да Отдыхал Вот обычно Как отдыхают Боксеры Давай тогда Вот так Как отдыхают Боксеры Это все Обычные Спортсмены Я вам скажу То есть Ничего необычного Кто-то любит Активный отдых Кто-то любит На пляже Просто поваляться Ну Возможно Как бы И то и то Было И домой приехал Отдохнул Недельку Поехал На море Съездил И снова Вернулся домой То есть Вот так вот Восстанавливаюсь И сейчас Постепенно Начинаете Вкатываться Да В этот режим Мне важно Когда он отдыхает Когда он восстанавливается Важно Чтобы он был Как бы дома То есть Я наблюдаю За его За его питанием За его восстановлением Как бы Я его сам Отправляю Там В город Погулять В кино Как бы То есть Весь отдых Я контролирую Мне очень важно Чтобы он Когда отдыхал Был рядом Сколько он спит Что он кушает То есть Вот это даже Сколько спит Конечно Во сколько он ложится Как бы Вот Он должен На самом деле Отдыхать Вот Да Он должен восстановиться За две недели Я гуляю Я ничего не ограничиваю Но питание Все под контролем Завтрак Обед Все под контролем Отдых Под контролем Но это отдых Это тренировки Под контролем Отдых под контролем Тогда сразу Вопрос у меня Что едят спортсмены Вот когда отдыхаешь Ты можешь себе Что-то Наверное Могу Слабинку Дать Да Сладкая Там Или Торки Даже бывает Фастфуд Иногда Но это Торгая Когда отдыхаю Любимое блюдо Такое Когда отдыхаешь Все люблю На самом деле Да Вообще У нас Кухня Домашняя У нас Все дома Мама Готовит Наверное Да У нас Там Птица Все Домашнее Хозяйство У нас Все Такое Чисто То есть Кафе Рестораны Вы не ходите Боже Упроси Нет Иногда Конечно Бывает Отдыхаем Семью Без проблем Но в основном Восстанавливаемся Отъедаемся Так сказать Дома Все домашнее Качественное Вот когда Идут тренировки Режим нагрузок Режим питания Какой Рацион питания Это все Сборно Это все Сборно Это уже Диетологи Это все Папа Здесь Не уместен Абсолютно Там Диетолог Каждого Рацион Все 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 Сбалансировано Все Под контролем Дорогие друзья Это спортивная программа Телефон прямого эфира 200 Ровно 2519 Наш Ватсап Чат 8 938 165 100 И 7 Звоните Пишите Мы совсем Ненадолго Прервемся Буквально На пару минут А потом Вновь Продолжим Наш разговор Интереснейший Рассковор О боксе Новости Коротко Из сотни Проверенных Иностранцев Каждый пятый Находится В Донском Регионе Нелегально Таковы результаты Второго этапа Спецоперации Полиции Нелегал 2018 Субсидии На покупку Техники И гранты На создание Кооперативов О мерах поддержки Рыбохозяйственных Предприятий Говорили на Всероссийском Совещании Аквакультуры Юга России 3800 Новобранцев Из Ростовской Области Отправят Служить В осенний призыв Эту цифру Озвучили На инструкторском Методическом Сборе В Батайске Схему движения Для ростовской Агломерации Разработает Компания Из Питера Она известна тем Что занималась Проектами Ворошиловского Моста В Ростове И нескольких Олимпийских Объектов Сочи Об этом и другом Слушайте подробно В выпуске Новостей 1850 ФМ на Дону Реклама Хочешь в отпуск А загранпаспорта нет? Не проблема Регистрируйся на портале Госуслуги.ру Заполняй электронную заявку И получай паспорт Госуслуги.ру Проще, чем кажется Ты многого добился в жизни? Не останавливайся на достигнутом Пройди обучение По программе MBA Бизнес-школы Мирбис И выйди На новый виток карьеры 495-921-41-80 Мирбис.ру Новые знания Новые перспективы Решил сменить авто? Продаешь там Ищешь здесь А покупаешь Вообще в другом месте Не трать нервы и деньги Фрэш Авто Предлагает максимально выгодные условия Быстрый выкуп Или выгодный обмен 305-200 Проспект Оксайский, 19 Фрэш Авто Когда продаешь Или покупаешь Специалисты Кадастровой палаты По Ростовской области Оказывают Развернутые Консультационные услуги В области Операции с недвижимостью Вам подготовят Проекты договоров В простой Письменной форме И проконсультируют В сфере оборота Объектов недвижимости Помните Консультация Имеет смысл Только в случае Работы на доверии Электронная заявка На договор Собака 61.кадастр.ру Телефон в Ростове 242-42-55 Фермер Галуза Собрал кукурузу Время сберег Что осталось Поджег Оля с Володей Жгли костер на природе Потом водой залили Но Не дотушили А тетка Таисия Жгла на улице листья Ветер повсюду Разбрасывал искры По трассе Идут вдоль обочины фуры Водитель в окошко Бросил окурок Поступки разные Итог один Пожар! Гори! Не делай сам Не позволяй другим Единый номер спасательных служб 112 По заказу правительства Ростовской области Телефон рекламной службы ФМ на Дону 201-79-00 Холдинг Дон Медиа Запускает проект Мы команда Каждую неделю Мы будем рассказывать О представителях Разных профессий Из всех уголков региона Истории о настоящих командах Смотрите на телеканале Дон-24 Слушайте на радио ФМ на Дону А также читайте на сайте Дон-24.ру И в газете Молок Поделиться своей историей Можно по телефону нашей редакции 200 ровно 08-49 Спортивная программа Дорогие друзья Сейчас спортивная программа На ФМ на Дону продолжается Я напомню У нас сегодня в гостях Руслан Колесников Победитель первенства мира по боксу Мастер спорта международного класса И его отец И по совместительству тренер Олег Колесников Еще раз здравствуйте Чуть не забыл И очаровательная Мария Колесникова Совсем юная Совсем такая Скромненькая Но вот пока у нас Был пауза Маша хочет домой Боевая Боевая девочка Да То есть Домой пойдешь Да Маша Прямо сейчас Ну подожди чуть-чуть Сейчас папа С братом поговорят Мы тебя отпустим Не договорили Пойдешь Моя умница Так Олег Вы сказали У вас еще одна дочка есть Да Вот она к спорту как раз нет Не имеет отношения Анастасия нет Она очень Я хотел бы сказать Что у вас вообще спортивная семья А получается нет У вас есть и человек К науке привязан Да 9 лет до Анастасии Она очень хрупкая Миниатюрная Учится она отлично Поэтому будет учиться И будем золотую медаль Добывать Школьную Ну раз уж мы про Машу говорим Что вы ее в бокс отдаете А вдруг Маша Например Тя как знание мне будет Ну пусть Одно другому не мешает Услан тоже Учился хорошо Очень Да И у нас Были Были Школьная золотая медаль Была Да Я мечтал об этом Ну потом Все изменилось И Школьную медаль Меня больше не интересовало Нужна была Медаль Российская А теперь олимпийская Уже Да Олимпийская медаль Да Вот То есть если например Маша Не захочет боксом заниматься Как вы этого восприметите Ну это уже будет Нас зависит Захочет А не захочет А если прям скажут Не хочу Буду Значит это Ну и значит Мне это не доработано Где-то мы упустили Ну это будет Ну вы Примите ее выбор Да Если она захочет Заниматься Как гимнастикой Например Там Велоспортом Нет Не хочу Понимать Однозначно Бокс Олимпийская чемпионка Только так Двухнедельная подготовка Уже непосредственно Прямо там на месте Подходим Настраиваемся И будем стараться Подпреждать Для тебя Соревнования Олимпиады Подобного уровня Впервые Да То есть она проводится Насколько я знаю Не так часто Так же По-моему Как и основная Олимпиада Ну раз в 4 года Да Получается И И И она Сама по себе Она проводится Уже по-моему Третий или четвертый Раз всего То есть Недавно Молодая Да Она недавно Сформировалась И как бы Ни разу еще Не привозили золото С нее Россияне Ну у тебя есть шанс Стать первым Боремся Будем стараться И дай бог Все Все сложится Папа как уверен В сыне Конечно Уверен Конечно Не может быть Никаких сомнений Нужно все Сделать Довести До того Чтобы Победа Это осуществилось Мы готовы К этому Команда готова Тренерский состав Все Нацелен Только на победу Да Но вы с ним Тоже поедете На сбор На сбор Конечно На сбор Я поеду В Сочи Буду Да А вот Нужно Я не полечу Ну тогда Получается Вы везде С ним летаете На все соревнования Или только По России По России Знаете Мне большое желание Возможность Есть Поехать Проблем Нет никаких Нет никаких Но я Понимаете Как сказать Вот Наблюдаю Все со стороны Как бы Я не могу Как бы Очень нервниче Нервниче Преживаю Очень Боюсь Чтобы это Не передавалось Ему Там знаете Такой мандраж Я готовлю Тренирую Сделаю Все возможное И все Я с Богом Отправляю Дома Спокойной душой Наблюдаю Корректирую Посмотрим По Федерации Боктов По сайту Смотрим Я Смотрю Ошибки Все вижу Отбор Отбор Все это Все эти моменты Как бы Уточняю И все здорово Складывается Поэтому Тренировочный процесс Я принимаю Четко Все И Такой На расстоянии Бывает Тренировочный процесс Да Это уже Практикуется Уже не один год В Питере Я здесь В Ростове Мы с ним Созваниваемся регулярно Он записывает Программу Работу Он все Жестко Выполняет Все четко И все У нас получается Отлично Руслан Какие страны Повидал Италия У нас проводилась Там Европа Турция Тоже Европа Испания Был международный турнир И Азии Пришлось Поездить Да То есть На международных турнирах Какая страна Запомнилась Я думаю Испания Часть Там был Международный турнир У нас Условиями То есть Все было На лучшем уровне И Настолько было Все хорошо Что даже О соревнованиях Порой забывали Это как? Ну то есть Приехали туда Можно сказать Отдыхать То есть Да соревнования Да понимали Все Но от соблазнов Не могли удержаться Там еда Кухня Это Вот что Попробовал Воспаде Там Тогда Да Их Национальное блюдо Какое-нибудь Такое Именно Кухня Сам Как они Все это Подают Горосят Со стринкой Такой Это Очень нравилось Вкусно Было Просто Нереально А менталитет Вот Чей менталитет Более схож С русским С российским Менталитетом Скорее всего Венгерский Вот Когда был Мир То есть Примерно Было что-то Похоже На Россию А испанцы Не похожи Говорят Они более Эмоциональные Такие Да Такие Зажигалки А спортсмены Какие Для тебя Самые Неудобные Какой Страны Самые Неудобные Ну Сложно Сказать Все по-своему То есть Отличаются Все хорошие Ну У каждого Своя Техника Ну давай Тогда Перейдем Плавно Европа Мир У тебя Начнем С Европы Как ты там Выступил На Европе Что запомнилось Какие выводы Сделал Проводилась Она В Италии В небольшом Городке Ездили Два Состава Везли То есть Наша Сборная Юниорская И Сборная Юниорок То есть Мальчики Девочки Мальчики Девочки То есть Это по-моему Насколько я знаю В первый раз То есть Проводились уже Международные турниры Такие как Европа Мир И делали их Совместные Вот Думали Что будет Мешать Девочки То есть Отвлекать Чем-то Ну Нет Все справились Все сделали Всем довольны Вот На Европе Было Четыре боя Проводил Боксировал С боксером Из Франции Италии Англии И И И Тоже Такой был На адреналине То есть Выходишь Боксирует То есть Не чувствуешь боль В бою Именно Все прокатывает То есть Право работает Все в порядке Но после боя Замораживали Руку Потому что Боли Были Такие А ты Левша Сказал Нет Я правша А правша Правша То есть Правая Это Сильная рука То есть И Сами понимаете Было Непросто Вот И в финальном бою Окончательно Повредил руку Но выиграл Натерпел То есть В втором раунде Примерно Это случилось Все Подняли руку На радостях Там То есть Был такой На кураже Еще Не чувствовал Боли Потом Конечно Напухло Вот Ну Было время Чтобы Залечить И Готовиться Уже К миру Потому что А то В месяц Примерно Я залечивал Вроде бы Спухло Там Все физиопроцедуры Вроде нормально Опухоль сошла Но все равно Травма осталась То есть Нужно было Делать операцию А времени Как бы на операцию Не было Потому что Уже Мир был на носу Была подготовка К миру Также В Кисловодске После Кисловодска Мы приехали Проводили Международный турнир В Питере И вот там Как раз таки Перед миром Я руку И добил То есть На этом турнире Отбоксировал Первый бой С французом Да Отбоксировал Повредил с ним руку На второй бой Я уже не вышел То есть Снялся То есть Боксировать уже Нельзя было И вот здесь Получается Там через две недели Уже начинался Окончательный этап То есть Уже на мир Да Уже на мир Да И приехал Как бы я Ехал И То есть Были Большие сомнения В том плане Что выступать На мере или нет Потому что Правой рукой Вообще не работал Тренировочный процесс Весь Проходил Весь с одной рукой В Сочи Знаете Мы даже перчатку Порой не одевали На руку На правую Чтобы Не спровоцировать Знаете На какое-нибудь Движение лишнее Одевали на левую руку Перчатку И работали Чисто на левую руку Но это Как-то плюс Наверное Левый поднатаскал Нет Это испытание Было очень страшное Левая рука Постоянно забивалась Она уставала Как бы Приходилось брать Какие-то паузы Команда вся работала Тренировки На нас смотрели И просто думали Ребята Это же Переводство мира Вы Вы что думаете А я ничего Не мог сделать Я сделал максимум Что можно было С этой ситуацией Сделать Вот Ну и Победа Как Ну вот Пришлось терпеть Бороться То есть Плюс еще Я капитан команды Нашей юниорской И это Двойная ответственность То есть Перед каждым боем Я разговаривал С главным тренером Нашим Игорь Борисович Фархудинов Он говорил Руслан Ты понимаешь Что права ошибки У тебя как бы нет Ты капитан На тебе вся ответственность На тебе все держится Все на тебя Возложено на тебя Все в тебя верим То есть Если не ты То никто И вот с этим Может быть Это мне помогало То есть Вот это На На такой Ответственности На волне Такой ответственности Психологически Наверное Как Подталкивало Да Да И Дай бог Все сложилось Продержался Ну расскажи про мир Ты сколько Кто соперники Сколько соперников Было Весе Около Тридцати Трех человек Да То есть Это уже Это уже Были Такие Лучшие Боксеры С Азии Американского Континента Ну Со всего мира Понятно То есть Весь мир Первый бой Боксировал С знакомым С соперником С французом Вот Потом Дальше Выиграл Да Конечно А Олимпийская система Второй бой С китайцем То есть Китайским боксером Третий Это был Кубинец И Четвертый Финальный бой Был С боксером Из Казахстана То есть Как говорится Практически Со своим Встретился Да С бывшей Советского Союза Да То есть Славится Школа Казахская Да И Бой Такой Был Достаточно Напряженный То есть Такие Качели Как бы Никто не хотел Друг другу Уступать Боролись Все до конца Выкладывались И В итоге Решение судей По очкам Да Я выиграл То есть Единогласное решение Ну как бы Никаких разогласий Не было Все Было видно Что Да Уверенно Победили Без вопросов Рука Все равно беспокоила В финале Наверное Еще больше нагрузки Ну уже О руке Особо не думал Потому что Те предыдущие Бои Я практически Не бил То есть Берегли Конечно Берегли руку Берегли Старались Больше работать Левой рукой А соперники Знали что Травмирован? Нет Зачем Вы-то знали Нет Они даже Не прозвали Не скажете Об этом Нет Мало ли Где-то Прозвучилась Информация Бывает же Такое Бывало Я ходил С повязкой После Компресс Делали Все так Посмотрели На руку Ну как бы Все В порядке Было Первый бой Мы вообще Патистки Одну руку Боксировали Одну Одной Левой Одной Левой Так здорово Осмотрелось Все Все были Как бы Ну Таки В шоке Как бы Так можно Одной рукой Столько ударов Наносить Столько Так Интересно Все На самом деле Очень интересно Получилось Это сказалось Подготовка Подготовка Уже Именно В Сочи На этом Сборе Что Работал Только Передний И вот Дала Свои Плоды Результаты Руслан Тогда Эмоции Какие Когда Осознал Что Ты Чемпион Домой Приехал То есть Там Еще Не Дошло Да Пока Нет То есть Это Настолько Было Здорово Это Было Нереально Дома На ринге Еще Не Понял Когда Руку Поднимали То есть Тогда Такое Было Феерические Чувства То есть Я стоял Я вроде Бо И понимал Что Да Я Выгол И Все Это Закончилось Все Труды Старания То Что Терпел С Рукой Натерпелся Настоящий Чемпионский Прием Салют Все Друзей Море Вот Все Родственники Близкие Все Плакали Кричали Он Понял Кто На самом деле Приехал Да Вот Тогда Он Наверное Осознал Всю Эту Прелесть И Кайф Чемпионский Олег А где Сложнее Скажите Дома У телевизора Либо Секундировать У ринга Для вас Лично Мне Как отцу Конечно Мне У ринга Находиться Может со временем Я и буду Это делать Я это и делал В юношах Я с ним был Везде На всех турнирах На первенстве России У ринга Я все попробовал Везде Я полезнее буду Когда я на расстоянии Когда я смотрю Со стороны Я вижу все его ошибки Когда я там Охожусь Там А у ринга Не видно Разве Знаете Эмоции И нервное состояние Это все перебивает Это все Меня меняет И я могу Много не увидеть Знаете А когда я смотрю С экрана И дома Я спокоен Я все четко Корректирую Все действия В момент Я потом звоню И четко Все поясняю Руслан Там была недоработка Там не успел Там передержал Все Папа я понял Все Я проработаю Обязательно Это в разминке В заряд Тренировочные Тренировки проходят Там каждые В выходные дни И все Все почищают Полируют Все это И работает Руслан А для тебя Как лучше Если отец У ринга Или Все это Звонит Я уже привык К этому На расстоянии Потому что Да Действительно Это видно лучше Со стороны Картинка Совсем другая И уже После каждого боя На мире Он мне звонил Там ошибки Указывал на них И уже Говорил Давал задания Объяснял По сопернику Кто что Что умеет Что делать Уже на Следующий бой То есть Это помогало На самом деле Очень сильно Ну смотри Руслан Понятно Что в любительском боксе Олимпийская медаль У тебя Профессиональный бокс Нет желания уйти Со временем Не сейчас говорю Еще об этом Не задумывались В периодете Конечно Олимпийское золото А там дальше Посмотрим Но Скорее всего Нет Отец Как Скажет Я тоже Не могу Настаивать Не могу Время покажет Посмотрим Насколько мы Вырастим Насколько мы Станем Лучше Все время Да Все покажет Время Пока мы Идем к олимпийской Медали Стараемся Вот это цель Наша Дай бог Посмотрим Живем Дорогие друзья К сожалению Наше время Уже подошло К концу Я напомню Сегодня у нас Программа была Посвящена боксу Были у нас сегодня Руслан Колесников И Олег Колесников А также очаровательная Мария Колесников Которая уже хочет Домой уйти Поэтому Мы заканчиваем И с вами прощаемся Это была спортивная программа Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok